Дозы приема крепких алкогольных напитков 500. Доза философская. Мозг переполняют гениальные идеи, а поганый род не может перевести их на русский язык 600. Вы поднимаетесь над миром на головокружительную высоту, на которой почему-то начинает тошнить 700-800. Ничего не помните, но очевидцы уверяют, будто все это наломали вы, значит в роду все-таки был Илья Муромец 900. Возникает острое режущее чувство. Как же так? Жизнь уже почти прожита, а дерево не построил, дом не родил, сына не посадил. Захотелось начать все сначала, встать, а удалось только пукнуть и лечь. Официант, еще сто грамм под третий стол. За присутствующий здесь дам. Литр. Ну вот, еще одним литром водки на свете стало меньше. Попали как-то три блондинки на остров и поймали там золотую рыбку. Дает она им три желания, каждый по одному. Первая говорит, сделай меня умной, чтобы я придумала, как отсюда выбраться. Рыбка сделала ее шатенкой, она прыгнула в воду и уплыла. Вторая говорит то же самое, рыбка делает ее брюнеткой, она делает плод и уплывает. Третья говорит, а меня сделай умнее этих двоих. И рыбка ее делает мужчиной, и она уходит с острова по мосту. Телефонный разговор. Здрасте, а Катю можно? Ее нет дома. Да, я знаю, она у меня. Так ее можно? Учитель биологии-наркоман ведет урок. Дети, ответьте, какие ваши любимые растения? Петров, отвечай. Петров встает и говорит, конопля. О, конопля, это пять. Сидоров, теперь ты, мак. О, мак, это пять. Встает следующий и говорит, а у меня ландыш. О, ландыш, это два. Садись. Как фамилия? Косичков. О, Косичков, это пять. Огромная жирная тетка заходит в магазин и обращается к продавцу. Я хотела бы посмотреть купальник, который мне подойдет. Продавец говорит, хе-хе-хе, я тоже. Буфетчи говорит официанту. Перестань выталкивать пьяных клиентов на улицу. Ты что, забыл, что работаешь в вагоне-ресторане? Урок пения в школе. Учительница вызвала Вовочку и спрашивает. Каких ты знаешь композиторов? А Вовочка не учил, стоит и смотрит на соседа по парте. Тот взял книгу, стукнул по парте. Бах! Сказал Вовочка. Правильно. Кто еще? Тот листком трясет над партой. Вовочка говорит, лист. Хорошо. Еще. Членников. Не членников, а хренников. А ты, Петров, убери подсказку. Вовочка заглядывает в замочную скважину спальни родителей и после этого задумчиво произносит. И вот эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Марья Ивановна, Марья Ивановна, я вас люблю. Вовочка, к сожалению, я не люблю детей. А мы тогда, Марья Ивановна, будем предохраняться. В Вилабадже стихийное бедствие. Горят стога конопли. А в Виларима опять праздник. Ветер дует в их сторону. Объявление. Исправляем плоскостопие, искривление позвоночника и близорукость. Обращаться в районный военкомат. Евреи и русские слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврея хватается за голову и кричит. Ой, это ж надо, такие проблемы. Семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову. В чем я виноват? Русский говорит, успокойся. Война – это большие проблемы. Причем у всех такие же проблемы. Он говорит, ой, ну какие у тебя могут быть проблемы? Взял винтовку и на фронт. Что общего между сексом и электронной почтой? И в том и в другом случае последствия случайных связей приходится долго-долго лечить. Новый русский спрашивает приятеля старого русского. Ну, ты как отдыхаешь? Да вот, плаваю на байдарке по бассейну Волги. Ну, ты крутой. А у меня в Мерседесе только махонький бассейн. Останавливает гаишник молодую блондинку на Мерседесе и говорит, Ваши права, девушка. Она говорит, а что это такое? Ну, это такая бумажка, где наклеена ваша фотография. Ну, посмотрите у себя в бардачке. В бардачке только сумка. Ну, наверное, в сумке, посмотрите, там. Вот это, наверное? Да. Тут гаишника вызывают по рации. Вася, Вася, ты блондинку на Мерсе остановил? Да. Снимай штаны. Чего? Снимай, тебе говорят. Ну, гаишник подумал, что плохого? Ничего плохого не посоветуют. Снял штаны. Бладинка говорит, а-а-а, я знаю, это снова тест на алкоголь. Встречаются два приятеля. Один весь себя недовольный и запах от него, как из сортира. Второй спрашивает, что это с тобой? А-а-а, встретил приятеля. Он говорит, расскажу тебе анекдот, обоссышся. Ну и? Ну и не обманул, гад. Учительница Вовочке. Вовочка, чтобы достичь результата, нужно учиться упорно. У кого, у кого учиться? Я спросил у Яндекса, где моя любимая, двести парносайтов мне выдало окно. Природный заповедник. Это водка подшипение жены. Навстречу грузину идут две симпатичные девушки. Грузин. Девушки, я вас хочу. А мы нет. Ну, мы нет, так мы нет. Ночь перед экзаменом. В квартире профессора раздается телефонный звонок. Раздраженный заспанный голос. Да. Что, спишь, зараза? Блять, а мы учим. На Дальнем Востоке задержана группа браконьеров, которые губили баклажаны только ради икры. Производителям зонтов надо молиться на дождливое лето. Производителям сандалий нужно молиться на сухое лето. Производителям пива надо молиться на жаркое лето. А производителям водки некогда молиться. Им надо производить. Приходит волк в роддом, берет в руки своего волчонка и говорит. Уй, те мои маленькие, уй, те красивенькие. Чьи у тебя зубки? Мои. Чьи у тебя глазки? Мои. Чьи у тебя ушки? Кхм. Ну, заяц, погоди. Лето, поздний вечер, дача. Уставший отец заставляет своего не менее уставшего сынишку мыть ноги. Ставит его в таз с водой и нравоучительно. Три коленки-то, три. Сынок полусонный конючит. Папа, не три, а две. На очередной ход Каспарова Карпов ответил матом. Красная шапочка, я тебя съем! Воскликнул сумасшедший пионер и сожрал свою пилотку. В Афганистане. Жена идет впереди своего мужа. Увидев это, Мула возмущается. Ты нарушаешь Коран, Саид. Настоящий правоверный мусульманин должен идти впереди женщины. Слушай, иди нахуй! Когда писали Коран, дороги не минировали. Вперед, Фатима! Объявление на радиостанции. А теперь для всех людей, страдающих запорами и геморроем, прозвучит красивая песня Ирины Аллегровой «Свечка, свечечка, свеча, разгони мою печаль». Учитель в школе спрашивает. Вовочка, ты можешь назвать мне пять африканских животных? Да, легко. Две обезьяны и три слона. Стоит пьяный мужик перед витриной цветочного магазина и думает вслух. Хочу ли я? Не-а. Могу ли я? Не-а. Говно ли я? А-а-а! Вспомнил! Магнолия! Просыпается парень с девушкой. Она говорит, а как мы ребеночка назовем? Он, доставая из-под кровати использованный презерватив. Ну, если выберется, то Копперфильдом. Существенное отличие между парашютом и презервативом. Когда рвется парашют, одним человеком становится меньше, а когда рвется презерватив, одним человеком больше. Пациент после операции. Доктор, а я смогу играть на скрипке? Доктор успокаивающим, спокойным голосом отвечает. Ну, конечно. Странно. Раньше не мог. Из письма к Кашпировскому. После вашего сеанса у меня рассосалась жена. Раньше она сосала только у меня, а теперь у всего подъезда. Солдатская мудрость. Солдат, помни, когда ты спишь, противник не дремлет. Спи больше. Изматывай врага бессонницей. Маленький мальчик просыпается ночью и пить очень захотел. Ну, пошел он на кухню, приходит, а там мужик в трусах сидит. Малыш спрашивает, а вы что, наш новый бэбиситер? Мужик говорит, не, я ваш новый мазафакер. Звонок из парткома в церковь. Батюшка, подсобите стульями. Завтра в партсобрании некуда людей посадить. Не дам. Прошлый раз дал, все спинки матерными словами исписали. А, стульев не дадите? А мы не дадим вам пионеров в церковный хор? Не дадите пионеров в церковный хор? Я тогда не дам монахов на субботник. Ах, вы не дадите монахов на субботник. Фиг вам, они комсомольцев на крестный ход. Не будет комсомольцев на крестный ход, не будет вам монашек в сауну. А вот за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить. Скали. Малдор, кажется, вам не чужой. Малдор, не волнуйся, Скали, это мой. Почему это интересно у братков, такая короткая стрижка? Ну, потому что, когда они заходят в парикмахерскую, они говорят, ну, это, короче. Зима, вьюга, поземка метет, Чечня. На посту стоит молодой солдатик, совсем зеленый, а сольная команда сидит в караулке. Вдруг с поста раздается автоматная очередь, все срываются и бегут на пост, впереди сержант. Навстречу идет довольный солдатик и докладывает, товарищ сержант, при попытке проникновения на территорию нашей части мною был замечен ваххабит с мешком, которого я и пристрелил. Сержант подходит, осматривает тело и говорит, да, вот из-за таких мудаков, как ты, к нам уже третий год не может дойти дедушка Мороз. Дед спрашивает внука, Саша, я слышал, что ты гуляешь с Катькой из соседнего подъезда. Внук немного смутился и говорит, ну да, дед, гуляю. А что, это плохо? Ну почему плохо? Когда мне было столько лет, сколько тебе, я тоже с ней гулял. Отец с сыном подходит к памятнику Юрию Долгорукому. Вон, сын, смотри, это князь Юрий Долгорукий. Нравится? Да, нравится. А он точно князь? Конечно. А тогда почему на нем верхом какое-то чмо сидит? Пошел Петька в деревню за едой, возвращается с пустыми руками. Василий Иванович говорит, Петька, не волнуйся, сейчас что-нибудь придумаем. Пошли в деревню, стучатся в первую попавшуюся хату, открывает дед. Старуха сидит в комнате. Он говорит, дед, корова есть? Он говорит, нету, сынки, нету. Он говорит, Петька, пиши, деду от советской власти корову. Дед обрадовался, говорит, сынки, может, в дом войдете? Заходит в дом, Василий Иванович придирчиво оглядывает углы и говорит, да, хата у тебя старая. Петька, пиши, деду от советской власти новую избу. Дед обрадовался, говорит, ребята, может, выпить, закусить? Едят, выпивают. Василий Иванович говорит, дед, а с бабкой у тебя давно было? Тут, ой, сынки, даже и не помню, когда. Василий Иванович говорит, Петька, пиши, деду от советской власти хуй, остальное вычеркни. Один член спрашивает у другого, ну что, как живешь? Тот говорит, да плохо. А что так? Ну как, что? Хозяин издевается надо мной каждый день, надевает на меня резинку и душит меня, душит, пока не стошнит. Сидят три старые француженки и вспоминают былые времена. Одна говорит, у мужчин самая красивая часть тела это руки. Нет, что? Возражает вторая. Самая красивая у них это торс. Третья. Не, нет, у них есть еще что-то, не помню, как это называется, но это шарман, дамы, шарман. Третья. Сидень. Третья. 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 Продолжение следует...